Китайский коронавирус Страх – это эмоция, которую можно и нужно контролировать. Некоторым достаточно наткнуться на видеоролик или пугающее сообщение в соцсетях, чтобы начать додумывать детали или искать у себя симптомы заражения. Чтобы не подвергать себя лишнему стрессу, важно проанализировать причины страха. Первое – необходимо читать авторитетное мнение и действительно на некоторое время стать в кавычках «вирусологом». Не слушать неавторитетное мнение. Сейчас очень много проходимцев, которые к вирусологии отношения не имеют. Их не слушать вообще. Далее разобраться в своих тревожностях. По статистике многие люди, которые страдают паникой, они просто изначально тревожны. Страдают неуразновящего состояния. И этот процент людей вообще, даже без коронавируса, очень высокий. И именно они впадают. Интересно, что коронавирус поразил не только живые организмы, но и неживые. Например, экономику и политику. Так, несмотря на заявления Ассоциации производителей и поставщиков производственных товаров о том, что продуктов в России хватит на всех и дефицита не намечается, люди все равно запасаются на черный день. Полки опустили. И гречки нет. Не из-за коронавируса. А из-за нормальной реакции о том, что они исчезают. И могут исчезнуть. То есть это экономическая паника. А не коронавирусная паника. Не надо путать. Люди скупили гречку не для того, чтобы, спасаясь от коронавируса, сидеть дома. Ничего подобного. Дома никто не сидит. Все, кто закупили гречку, они сидят не дома, они ходят по улицам. Поэтому не выдумывайте, что гречка закуплена, чтобы дома сидеть, кушать ее и скрываться от коронавируса. Это сказка просто. Не выдумывайте. Помните, организовать панику легко. А вот избавиться от нее совсем непросто.